итак мы продолжаем наше повествование по стороны по югу россии за это выпьем до крепкого чая вкусный чай да мы закончили на на том что мы очень прекрасно завершили мероприятие в майкопе и из майкопа мы выдвинулись в армавир ну сказать так армавир на сегодняшний день является таким если майкоп и другие города были такими очень интересными в плане и как педагогической деятельности спортивно соревновательной но армавир это на сегодняшний день ну такой просто апофеоз соревновательного спортивного дзюдо почему потому что на олимпийских игр в рио-де-жанейро в 2016 году в весовой категории до 60 килограммов олимпийским чемпионом стал воспитанник армавирской школы тюдо бислан мудранов и пока нету следующих олимпийских игр это конечно можно считать что армавир это олимпийский город олимпийский огонь там горит олимпийский огонь да там горит олимпийский огонь который зажег мислан мудранов и поэтому наш приезд в армавир образно да да образно окон да наш привет в армавир мы понимали опять-таки уже задним числом конечно это мы сейчас понимаем что вот до анализируя что мы мы как бы все время уровень вот этот как ты говоришь градус градус гостеприимства градус встречи так далее градус повышения уровня уровня так называемый соревновательного дзюдо повышался то есть в конечное место нашего пребывания это был город олимпийского огня по сути да так можно сказать потому что еще раз напомню что бислам мудранов это воспитанник армавирской школы дзюдо который стал олимпийским чемпионом в категории 60 килограммов а 60 килограмм это первая весовая категория дзюдо но практически он как бы зажег вот огонь всего и олимпизма так сказать ну я имею ввиду 2016 год и тут та встреча которая была нам оказана до гостеприимства мы же да тоже зашкалило то есть мы нас встретил ирван дым где сян то есть мы приехали на тренировку к ирван дым где сяну в зал где проходят тренировки он ее завершил тренировку отвез нас поужинали мы и мы нас повезли размещать размещать а жили мы в доме у его брата у егора мгдесяна ну могу сказать некоторые так сказать их не регалии да если значит ирван дым сян он чемпион европы по молодежи чемпион россии помощь по мужчинам кажется 2012 года он а его брат егор мгдесян чемпион мира до 21 года по дзюдо в майами и признан был лучшим дзюдоистом чемпионата мира и финальной встречи тогда 66 килограмм он выиграл об ага сегодня это один из лидер японского дзюдо он чемпион мира уже был по взрослым кажется два раза если мне не обшибает память и практически от я так думаю что он претендент на олимпийское золото в токио и мы жили у него в доме это было вообще просто он как бы нас разместил у себя в доме что вообще поразило нас эта степень гостеприимства зашкалила также как и степень до самого как из олимпийского города и в нашем распоряжении было все все мало того то мы могли заказывать любую еду и любую еду там лежать эти фишки заказывать что хотите вам принесут просто говорите что вы из этого дома и все что вы в комнате с камином да в комнате с камином такой был пароль и это поразило нас конечно слово влада может хочет дополнить что хочу дополнить что-то я хотел дополнить но ты так прям все описал а вспомнил играет да вы все размещайте заказывайте да а тренировку у нас будет 8 утра но я так улыбнулся потому что меня тренировки 7 начинается я гну раз 8 придется чуть-чуть поспать подумаешь и это было для меня но легко о чем мы говорим что тяжело легко как бы то что с дороги приехали сразу провели занятия потихоньку потихоньку как не то что наше мастерство тоже росло скажем и в 8 утра да у нас было занятие великолепно на что хочу обратить внимание да если вла сказал что у нее тренировки начинаются в 7 утра но если влад скажет он может сказать а с кем ты тренируешься в 7 утра с учениками это взрослые это взрослые а мы были 8 утра на тренировки у детей это дети кто учится во вторую смену и они приходят на тренировку в 8 утра до учебы до учебы потому что учеба я так понял где-то в 12 пол первого где-то начинается вот они приходят до учебы и и на занятиях родители присутствовали присутствовали родители мало того мы занимались в одном зале наверху а внизу еще три тренера при даже 4 на 4 и там был полный зал учеников 8 утра поэтому это нас очень масса массовость до массовый зал открыт 8 утра уже можно приходить практиковать мы провели занятия ну ирван нас представил своим ученикам это ребята были возрасте где-то от 9 до 13 лет 9 до 13 лет они очень благодарны публика да вы приняли все ну и самый рванг при принял и сам попробовал все делать упражнения для него тоже это было достаточно много то есть он слышал про карты и они даже их ученики он мне сказал они участвуют так называемых соревнованиях по карта дзюдо но опять-таки это соревнование пока ты дзюдо конкретно направлены вот рандори так и нагину карты это и так далее то есть броски а здесь мы показали немножко другой вид надо направление они посмотрели все попробовали родители тоже попробовали так сказать глазами увидели это и мне что понравилось то что вот что в майкопе что вот в армавире тоже и как бы педагоги начали включаться в процесс а а как иначе хотя в принципе везде включается везде везде включались в той или иной степени да они везде начали пробовать тоже как это вообще а что это да прочувствовать и здесь мы тоже спросили а как вы восстанавливаетесь и доходим в поход а какой поход вот прогуру тоже потом расскажешь да что однодневный поход потому что если на несколько дней это уже не оздоровительные получается мероприятия а уже как как это экстремально икну экстремально то есть человек должен быть подготовлены и по высоте тоже да 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 подъем это да и потом мы тоже пока ехали там на заправках останавливались и показывали маржата да который все холодом все мировые рекорды там побил но опять маржевание хорошо но есть высших достижений а есть чтобы для всех для всех да что это хорошо очень хорошо как как маяк такой да что туда но важно мы хотели чтобы люди вели здоровый образ жизни что что попробовали знаете что вот мы сейчас вернемся к кармавиру но вот мы допустим были туапсе там висел такой плакат и изречения якуба коблева возможно где-то она вырезана из контекста было возможно но она была звучала так жизнь ради дзюдо я не совсем согласен с этим я все таки думаю что технологии дзюдо они должны быть ради жизни что первично до пришли здоровы должны вы на тренировку уйти здоровыми да скажем так вот вот здесь как не есть раздану возможно там где-то может быть из контекста самого это вырвана фраза вот поэтому она может так звучит резко застрел внимание да и мне как-то я застрел внимание но что касается еще раз армавира да мы провели там занятия что хочу сказать что ирвант полностью как бы вот отдался нашему прибытию то есть он дал нам возможность он все время был с нами все время и и егор по мере возможности тоже был с нами но то есть как-то тренировки свои он отложил и перевел чтобы другие тренира провели самым с нами везде проездил очень очень и очень большая была встреча у нас теплая с рудольфом михалычем бабаян это нам понравилось это руководитель это вообще вот этот мотор всей армавирской школы дзюдо и мы правда не записали эту встречу хотя наверно можно было бы приятно удивлены так вот подались там полностью у нас точно наша беседа она даже отключила нас вот от этого включения камеры но может быть даже это было и даже лучше потому что это это воспоминание насколько отложилось нас ну я не знаю как светлый человек очень да все светлые люди да ну заинтересованы но здесь ну и есть же как бы дамы как представить такой некий уровень да для нас так а какому это же фигура фигура то есть это это фигура просто вот так когда и говорили на одном языке и мы договорили на доме если вот поешь мы говорим взор горизонта то есть я понимал что допустим я совсем то есть не на том уровне на котором и и рудольф михалыч он как бы получается мы пришли про детей расскажу да 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 вот это тоже хорошо у меня три дочки тысячи тысячи сыновей его такая поговорка и он нас встретил мы беседовали он рассказал как мы пытались обменялись подарками я пытался я задал вопрос пытался найти спросил секрет секрет очень по технологию не во первых я задал вопрос да и каким инструментом вообще можно воспитать и за то есть не как я задал вопрос а очень хорошо задал вопрос вот берем человека да и какой нужен инструмент чтобы из него сделать бриллиант не заложено ли в человеке генетически или уже то есть или можно воспитать или можно воспитать в человеке победителя да но как бы моя точка зрения что все заложено да что надо условия создать и раскроется а тут такой ответ мы получили очень хороший из стекла бриллиант не сделаешь то есть должно вот ядро такое быть то есть должен быть алмаз и тогда если инструментами его огранили то получается бриллиант но если стекло то и стекло бриллиант не получится то есть мы получается для того чтобы получился ну вот этот звездочка такая да ну мы говорим о соревновательном допустим дзюдо вот такая вершина то здесь конечно нужно взять вот этот вот алмаз этот алмаз должен попасть в руки мастера который имеет инструмент да ограничить сразу совпасть это все и тогда получается алмаз из алмаза бриллиант да тогда получается бриллиант и соответственно опять таки здесь да тоже такой есть момент как мы знаем да как получается у нас кремель или не кремень а графит когда накаляешь слишком давление из графита получается алмаза из графита не наоборот искусственно графит а потом давлением и получается алмаз но это вот технологии мы так вот у них не особо сильно поэтому не будем что касается что воспитать как 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 чемпиона воспитать как вот заинтересовать как зажечь какие инструменты там для этого окружение должно быть то есть много людей занимается утром днем вечером скажем так если ребенок туда попадает то он уже соответственно тянется и вопрос стоял в россии что это они лидируют по программе дзюдо в школу сам в школу сам в школу да в школу скажем так и выделяется все финансирование она поддержка губернатора очень там сильная до губернатор краснодарского края сильно поддерживать самбо ну понятно самбо и ты результат самбо тот же брат беслана мудранова он чемпион мира по самбо кажется европы то есть получается созданы были условия то есть среда до среде появились высококвалифицированные специалисты они тоже вот интересные момент рассказала рудольф михалыч как как появляются специалисты специалистов тоже все рождается внутри там то есть там практически замкнутый процесс такой то есть он как бы стал его ученик ашота маркариан известный мастер самбо и дзюдо чемпион мира по самбо он сказал такой момент был как на момент тренировочный то есть действующий спорт но как как тренера рождаются он готов у меня тренируется все тренируется тренируется и тут я понимаю что нужно это захочешь чем-то овладеть начни это преподавать на такая педагогическая педагогический секрет да и что получается эту воспитанник да тренируется все и он говорит отлично ты со мной приходишь на занятия но вот берешь малышей и преподаешь и он не бросает не спортивную карьеру и не начинает тренерскую но под руководством своего тренера начинает преподавать детям и объясняя приема у него борьба пошла в разы лучше лучше чем ему бы это все бы рассказывали он начал сам рассказывать и начал видеть свои точки роста скажем так вот вот такой инструмент нам очень понравился то есть рядышком до сам объясняет и результаты спортивные пошли в гору то есть вот это наша беседа с удовольствием михаловичем бабаяном очень было для нас это как был урок тоже такое для педагога слушали 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 да и что было еще тоже очень очень такой случай был ну мы пришли мы там всем как бы периодить обменивались подарками до такими любезностями а тут мы принесли подарки там тут мурзилка там что-то журнальчики покатки какие-то футболки там брелочки и говорим это вот небольшие нам в сувениры вашему коллективу рудовь михалович вскочил и и сразу так ну от теперь от нашего столу вашему столу и как понеслось так это всем круто так это всем это так очень и у нас уже наш стол уже просто стал ломиться от изобилия подарков сувениров и чего остального вот но и на самом деле какое-то такое впечатление какой-то вот такой светлости до такой от радостности то есть беседа очень прошла так кому-то 100 лет знаком да кому-то в столе знакомы хотя опять-таки заочно я был знаком но живую так сказать мы не встречались никогда а тут мы встретились и все так понеслось и я так думаю что магнетизм магнетизм да и даже когда мы заканчивали беседу мы как бы она не заканчивалась потому что на улицу мы на улицу вышли и там беседовали и только и если бы ирвант нас не тащил бы на обед да мы были на экскурсию и потом на обед мы бы наверно так и остались бы еще продолжали бы продолжали бы продолжали бы продолжали бы то есть очень интересно было разговоры мы задавали вопросы что-то общались ну вот такая вот штука кстати мы потом там в обиденном месте мы с рваном тоже на эту тему беседовали какие-то да там а там такой момент что роман агать мы не записали интервью а вот сейчас мы сидим и должны интервью тоже записать он в последний раз когда ты брал интервью я очень сильно пострадал я чуть напрягся думаю где он там пострадал оказался но как я расскажу и он вот рассказал историю если она промажут будет выкладывать и там вы увидите и там просто про слова скажем так что мы привыкли что-то слышать про породу и рот порода горит у собака роту у людей обычно это но ребенок там нашу породу скажем так а для мамы для его это было очень как-то так вот что-то тут такое говоришь и поэтому надо всегда следить не только за своими действиями что мы вот в этом туре говорили что надо следить за действиями как вы входите бросок как вы передвигаетесь как вы что но и за словами как как интервью потому что многим неграмотные слова стоят карьеры да правильно поэтому везде будьте аккуратны будьте добрее и гостеприимнее да ну как то чтобы свет был свет должен быть и он все тогда как говорится будьте проще люди к вам потянутся есть такая поговорка но есть простота хуже воровства так что можно все по-разному здесь все зависит от того наверно какой ты все-таки контекст контекст потому что правильные действия могут вести к неправильную результату хакаму вот не одел и образ пострадал мастерство не ушло а здесь был и образ и мастерство о на этом мы да да и образ и мастерство мы благодарим всех кто встретился нам на нашем пути начиная от проезжающих мимо автомобилистов до заправщиков на беззаколонках очень хорошо относились до людей в гостинице где-то еще в магазинах продуктов там было еще прощенное воскресенье в наше путешествие и такое было что вольно или не вольно кого-то обидел поэтому мы просим прощения если кого-то вольно или не вольно если оскорбили чувства зрителей да и так завершаем наше турне закончилось мы сейчас готовим материалы большие которые будут также доступны на youtube канале планеты дзюдо там будут тренировки вы посмотрите и если у вас есть какие-то свои дополнения замечания ну можете как бы оставить отзыв свой вот можете написать лично сообщения какие-то вот любые любые идеи мы позитивные позитивные ну мы все воспринимаем позитивно да конечно мы чего воспринимаем позитивно а как же на то мы и практикуем так называемый буду буду да вот может и старую рассказать твою как ты перестал употреблять что алкоголь да вот это все потом что пьяница как я перестал алкоголь употреблять совсем на новый год да ну ладно подумать не подумать да всех благодарим ну как алкоголь мы же это дезинфицировали все все равно так как бы да но мы сейчас не об этом это следующий мы будем репортаж а мы сегодня говорили о турне по югу россии в рамках проекта просветительского боевые искусства здоровья и сберегающие технологии с вами был роман карасев владислав макаров там же смешной момент был да ну иди преподавай там теперь твой блок а кто я кто я мы до сих пор не поняли ищем да ищем до новых встреч практикуйте будьте здоровы все что хотите главное здоровье сбережение берегите себя берегите я такой лизе да